Группа предпринимателей, которые имеют небольшой бизнес в Кустанай, а это примерно 15 человек, обратились за помощью в палату предпринимателей Кустанайской области. Дело в том, что в 2018 году они через СПК Табол получили земельные участки для своей работы. А сейчас прокуратура считает, что их выдали незаконно. Канаджи Мабаев выиграл через аукцион участок для установки нестационарных торговых точек на набережной в парке 25-летия независимости. А сейчас он должен искать другое место для своего бизнеса. Нам предоставили через аукцион, то есть это было через средства массовой информации. Каждый, кто хотел прийти, пришел, участвовал в этом аукционе, то есть складывал свои средства, силы и так далее. А на данном этапе мы-то надеялись на что-то, шли к чему-то и нас грубо обрубили. Мы хотели бы от лица предпринимателя, чтобы оставили нам эти точки, чтобы мы дальше могли работать. Это наш хлеб. По данным юристов Палаты предпринимателей, СПК заключила договоры субаренды с бизнесменами, которые осуществляли деятельность по нестанционарной торговле до 2025 года. А в июле этого года отдел земельных отношений в адрес СПК направил письмо с предложением по расторжению договоров аренды по причине их незаконного предоставления. Представители СПК Табол в свою очередь считают, что на тот момент никакого закона они не нарушали. Земли, а это 16 участков, выданы через аукцион. Отдел земельных отношений подал иск в суд на основании представления о расторжении с нами договора аренды. Мы, соответственно, уедомили предпринимателей, чтобы привлекли их в качестве третьих лиц, потому что мы понимаем, что бизнес вклад туда денежные средства. С нашей инициативой мы, в принципе, их, условно говоря, понимаем, потому что затраты были понесены. Но в то же время понимаем МИУ, потому что МИУ реагирует на представление и подает иск. В ходе обсуждения, как один из вариантов решения проблемы, было предложено не расторгать договоры субаренды, а дать предпринимателям доработать до истечения срока их действия. Еще одно предложение – расторгнуть договоры субарендой и провести аукционы повторно. Но предприниматели обеспокоены тем, что не смогут снова получить в аренду тоже торговое место и по приемлемой цене. Хамза Нурпиисов и Татьяна Калюжная, РТН